Всем привет! С вами компания Naughty Crew и сегодня мы посмотрим на недорогой ноутбук Lenovo IdeaPad M490s. Это 14-дюймовая моделька для дома, для офиса, для работы, то есть особенно не поиграешь, но для таких обычных задач она сгодится. Мы будем использовать сразу две конфигурации, они отличаются процессором, а больше они ничем не отличаются, то есть одинаковые корпуса, одинаковые клавиатуры, здесь все одинаковое. Небольшая разница здесь есть в дисплеях, у них у обоих 14 дюймов 1366х768, но у правого дисплей матовый, а у левого дисплей глянцевый. И теперь посмотрим еще на цвета и на крышечки. Модель доступна в двух цветовых решениях, это ярко-красный и черный, матовое такое приятное пластиковое покрытие, корпус естественно весь пластиковый. Тестирует мы будем красный вариант, ведь как известно красная машина всегда ездит быстрее. Собственно 14 дюймов, он такой толстенький, тяжеленький, обычный недорогой бюджетный ноутбук. И теперь посмотрим на порты, на то что у него здесь есть по бокам. Здесь набор достаточно стандартный, два порта USB 2.0, всего один порт USB 3.0 и больше ничего особенного интересного здесь нет. Что касается толщины, она составляет 34 мм, то есть это далеко не ультрабук, это обычный бюджетный ноутбук. И посмотрим на вес. Он здесь составляет 1862 грамма, ну в принципе нормально для таких машин. Теперь посмотрим на производительность. Используются видеокарты GeForce GT 710M и вот тесты производительности на разных процессорах. Две конфигурации, Pentium Dual Core и Core i3. Как можно видеть, более новый Dual Core, он работает быстрее. У него частота 1.8 и результаты он показывает значительно лучше, чем Core i3. У которого частота всего 1.5 без возможности повышения. Оценка Windows у них в обоих одинаковая. И посмотрим на игровую производительность на более быстром процессоре. World of Tanks средние настройки, но здесь игра подтормаживает. То есть я могу сказать, что вот именно эту миссию я даже, можно сказать, проиграл именно из-за того, что у меня подтормажило во время прицеливания. На низком пресете графики все вполне шустро бегает. На варианте Core i3 вот это в средней настройке, здесь будут уже более сильные тормоза, придется играть именно на низких. Теперь посмотрим на экраны, на углы обзора. Здесь 14 дюймов, 1366 на 768, TN-дисплей, естественно, либо матовый, либо глянцевый. Мы тестируем вариант с глянцевым экраном. Ну, надо заметить, что углы обзора здесь, естественно, не фонтан, и вообще здесь матрица очень такая бюджетная. Во-первых, у нее очень низкая яркость, во-вторых, цвета здесь тоже такие немножко блеклые. То есть эта машина, в общем-то, не особенно даже для мультимедиа, это именно офисный вариант. Но вот, кстати, скино 1080p, он 13-15 гигабайт у нас где-то рип ведь весит. О, здесь все справилось вполне нормально, тормозов не мало, так что кино смотреть можно. Ну, что и неудивительно. А что касается игр, то на самом деле здесь особенно ни во что не поиграть. Теперь посмотрим на рабочую область. Она пластиковая, такой полу-софт-тач покрытие, не совсем софт-тач, но имитация его. Кравиатура здесь отлично закреплена, нигде не прогибается, ход клавиш средний, не слишком маленький, не слишком такой большой, но, в принципе, достаточно для нормальной печати. Что хорошо, это то, что клавиши Ctrl и Fn находятся в правильных местах. Иногда Lenovo ставит Fn слева от Ctrl, это иногда очень неудобно. И здесь есть сканер отпечатка пальцев, то есть, несмотря на то, что модель очень бюджетная, отпечаток пальца здесь есть. Можно ставить машину не на пароль, а на вот именно отпечаток пальца. Ну, спорное решение, автор достаточно редко этим пользуется, но есть. Тачпад здесь большой, нажимается в любом месте, даже поддерживает мультитач, то есть с тачпадом здесь все хорошо. Температуру рабочей области можно видеть на экране, эта картинка актуальна и для Core i3, и для Pentium Dual Core, так как у них энергопотребление и тепловыделение практически одинаковое. Теперь посмотрим на дно, оно все пластиковое, черное, вот здесь решетки вентилятора, засасывается здесь, а выдувается в бок. Вот здесь два динамика располагаются, и теперь посмотрим на батарейку. Здесь 2200 мАч или 32 Вт-часа. Вот такие вот результаты у нас получились, 4 часа в среднем в тесте чтения, в обоих модификациях, и Pentium Dual Core, и Core i3. То есть там разница в районе погрешности измерений, никакой разницы по энергопотреблению тут нет. Для того, чтобы добраться внутрь, нужно открутить вот здесь два винта и сдвинуть вот эту крышку, и мы попадаем внутрь. Здесь достаточно просто все поменять, что плюс. Первое, что здесь есть, это оперативная память, здесь два слота, в нашем варианте установлен один модуль на 2 гигабайта, в варианте Core i3 там модификации 4 гигабайта, 2 по 2, но это несущественно, учитывая разницу в цене. То есть там проще на самом деле купить с двумя гигабайтами, доплатить тысячу рублей и поставить еще гиг. Здесь у нас mSATA слот, он пустой, сюда можно поставить SSD, но не факт, что это нужно будет для таких бюджетных машинок. И здесь у нас жесткий диск, 5400 оборотов в минуту от компании HDST на 500 гигабайт. Как можно видеть, открутив всего два винта, легко добраться до всех внутренностей, включая даже смоз батарейку, ну не знаю, зачем это может понадобиться здесь, но вот вариант такой есть. Что касается системы охлаждения, как мы сказали, забирается воздух отсюда, а выдувается вбок. Температуры у нас получились вот такие вот, стресс-тесты, и надо заметить, что Pentium Dual Core греется больше, что странно, хотя TDP у этих процессоров одинаковые, вроде они должны греться одинаково, но Core i3 оказался похолоднее. Теперь подведем итоги касательно ноутбука Lenovo IdeaPad M490S, и надо сказать, что это достаточно красивые, симпатичные ноутбуки, такие крепкие середнячки за свою цену. Ничего особенно выдающегося, ну вот красненький он прикольный за счет того, что вот именно необычный цвет такой, ну и как мы сказали, красная машина всегда ездит быстрее, некоторые в это верят. Я честно скажу, что это не самые быстрые ноутбуки, которые я видел в своей жизни, но для такой офисной работы, для студента, для учебы, для еще чего-то такого, они вполне подходят. Единственное, я бы не советовал вариант с Core i3, он действительно сильно медленнее, чем Pentium Dual Core, это ощущается во время выполнения всяких рабочих задач, и как ни странно, модель с Core i3 стоит дороже на 2000 рублей, но, наверное, за счет дополнительных 2 гигабайт оперативной памяти. Повторюсь, лучше самостоятельно добавить. Что касается стоимости, то 15600 вариант с Pentium Dual Core и 17300 вариант на Core i3. Спасибо за внимание, всем пока!